Привет! А в этом видео мы с бабушкой Спейцей расскажем про лечение бронхита в домашних условиях. Бронхит – это частое осложнение простудных заболеваний, с которыми сталкивается почти каждый человек за свою жизнь. Без правильного лечения острый бронхит может переходить в хронический, что может привести к пневмонии, астме, а также онкологическим заболеваниям. Больной человек должен соблюдать рекомендации лечащего врача, в том числе принимать лекарственные препараты. А народная медицина должна быть в дополнение к основному методу лечения. Также заболевший должен соблюдать постельный режим, пить много жидкости, воды травяных чаев до 2 литров в день. Полезный чаев с малиной, липовым цветом, медом. Хороший откашливающий эффект дает слегка подогретая минеральная вода, щелочная. Пища во время болезни должна быть мягкой, неострой, во избежание раздражения воспаленной глотки. Необходимо поддерживать влажность воздуха в помещении, поскольку сухой воздух провоцирует приступы кашля. При бронхите, как правило, наблюдается повышенное потоотделение из-за слабости. Необходимо своевременно при повышенном потоотделении принимать душ или обтирание, а также своевременно менять влажную одежду на сухую. При улучшении самочувствия полезны непродолжительные прогулки на свежем воздухе. Прогулки по лесу или парку возле водоемов помогут откашливанию мокроты, улучшат состояние больного. А сейчас немного лечения бронхита народными средствами. Сок из редьки. Натереть черную редьку, выжать сок. Добавить в стакан сока чайную ложку меда. Принимать утром и вечером по 2 столовые ложки смеси. Отвар трав. Смешать в равных долях шалфей, мяту, липовый цвет. 2 столовые ложки сырья залить пол-литрами воды. Кипятить на водяной бане 5 минут. Дать настояться на протяжении 15 минут. Процедить. Принимать 3 раза в день по 250 грамм. Этот отвар обладает успокаивающим, противовоспалительным и отхаркивающим свойством. И будет очень полезен при комплексном лечении бронхита легких. Напиток из молока и минеральной воды. Закипятить 200 грамм молока. Добавить 2 столовые ложки щелочной минеральной воды. Можно также добавить чайную ложку сливочного масла. Пить в теплом виде. Обладает хорошим откашливающим эффектом. Молоко с шалфеем. 1 стакан молока. 1 чайная ложка шалфея доводится до кипения. Процеживают и еще раз нагревают. Выпивают этот напиток перед сном и сразу ложатся в постель. Молоко с медом и содой. В горячее молоко 200 миллилитров положить 4 ложки меда. 1 треть чайной ложки пищевой соды. Размешать и выпить. Настой шиповника. 2 столовые ложки сухих ягод засыпать в термос. Залить пол-литрами кипятка. Дать настояться не менее 7 часов. Пить в течение дня. Подорожник. Несколько свежих листьев. 3-4 в зависимости от их размера. Залейте стаканом кипятка и оставьте настаиваться на 2-3 часа. После процеживания можно пить по несколько глотков в течение всего дня. Если домашнее лечение проводится у детей, то можно в настой добавить немного меда, чтобы снизить горечь. В случае отсутствия свежих листьев берут сушеные в количество 4 столовых ложек. Отвар веток малины и смородины. Взять по 2 ветки длиной 10-15 см малины и смородины. Немного измельчить их и залить пол-литрами воды. Кипятить 15 минут. Настаивать 20 минут. Пить по 100 мл 3 раза в день в теплом виде. Настой душицы. Чайную ложку травы заливают 200 мл кипятка. Настаивают 2 часа. Пьют по 1-3 стакана утром, в обед и вечером. Алоэ с медом. В домашних условиях можно легко сделать очень целебную смесь, которая оказывает положительный эффект при лечении бронхита, сопровождаемого сухим кашлем. Смешайте в равных частях. Сок лекарственного растения алоэ и натурального жидкого меда. Смесь храните в холодильнике. Принимайте трижды в день по 1 столовой ложке в теплом виде. Травяной настой в домашних условиях. Спорежь, плоды аниса, укропа, почки сосновые, чабрец, корень солодки смешать все в равных количествах. Две столовые ложки сбора залить пол-литрами горячей воды. На медленном огне кипятить 10 минут. Настоять 15 минут. Затем процедить. Пить по 100 мл перед едой 3 раза в день. Приготовим растительный отвар. Берем одну часть почек сосновых, одну часть листьев подорожника, одну часть листьев мать-мачехи. Две столовые ложки смеси настоять 2 часа в стакане холодной воды. Затем прокипятить 10 минут. Дать настоять за 15 минут и процедить. Принимать по 1,3 стакана 3 раза в день. Лук – это народное средство анбронхита. 500 г измельченного репчатого лука. Смешать с 400 г сахара. 50 г меда. Также добавить литр воды. Все смешать и варить 3 часа на медленном огне. Остудить и перелить в стеклянную посуду. При бронхите принимать это эффективное домашнее средство по 1 столовой ложке до 6 раз в день. Смесь хранить в темном прохладном месте, в плотно закупоренной таре. Домашние средства лечения бронхита. Ингаляции. Для лечения бронхита в домашних условиях хорошо проводить ингаляцию с солевым раствором, желательно с помощью специального небулайзера. 2-3 столовые ложки морской соли разведите в литре горячей воды. Можно добавить ментол. Эффект усилится, если после ингаляции делать по вечерам ножны и солевые ванночки. На 5-7 литров горячей воды до 60 градусов берется 5 столовых ложек морской соли. Время процедуры 10 минут. После процедуры вытереть на сухоноги, надеть теплые шерстяные носки. Хорошо насыпать в носки соль мелкую, носки не снимать до утра. Массаж. Если бронхит сопровождается частым сильным кашлем, то больному делают массаж грудной клетки, втирая в кожу гусиный жир. После 10 минут массажа больного тепло укутывают, дают выпить горячего молока с медом или сливочным маслом и укладывают спать. Горчичники. Если гусиного жира в доме нет, то его можно заменить проверенным народным средством лечения бронхита, это горчичниками. Ставить их нужно на грудь, не захватывая шеи, и на спину под лопатки, не захватывая позвоночник. Держать до ощущения сильного жжения, потом укутать чем-то теплым. Эффективное лечение бронхита невозможно без частого полоскания горла. Часть мокроты оседает на слизистой оболочке горла и раздражает ее. Поэтому возникают сопутствующие заболевания. Раствор для полоскания можно приготовить из 5 грамм морской соли и 250 миллилитрами теплой воды. Народные рецепты помогут быстро избавиться от заболевания. Нужно правильно готовить и использовать отвары, мази, средства для компрессов и ингаляций. Чтобы избежать осложнений, нужно предварительно проконсультироваться с лечащим врачом. Это были некоторые методы лечения бронхита в домашних условиях. Попробуйте и вы. И будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова